У достойного человека способно различать истину от лжи. Вот именно только у достойного человека. Понимаете, достойный человек, еще раз повторяю, это человек, которым доволен Бог. Если человек живет по заповедям, честную жизнь живет, и Бог наполняет его сердце радостью, человек чувствует, что он правильно живет, не зря живет эту жизнь, тогда его сердце наполняется силой радующей людей. Вот это и есть достойное состояние. Люди радуются такому человеку. Достоинство — настоящий признак того, что с Богом все нормально. В ладах человек живет с Богом. Достойный по-настоящему человек. Радующий людей. Есть люди, которые пытаются сделать вид, что они достойные. Они рисуются, пытаются всем доказать, что они успешные, достойные. Понимаете разницу? Это люди в страсти. То есть они определенным образом одеваются, они себя что-то корчат. Они как бы пытаются всем навязать свою популярность, специфичность, какую-то профессиональность, востребованность, уникальность. И у них такой разговор, они себя показывают все время, всем доказывают, что они крутые. Глубокая причина такого поведения — это страх не иметь все, что ты хочешь иметь. Ну то есть человек сам себе не верит по факту, он не верит, что у него все само собой должно получиться. Он как бы выпендривается перед собой. Знаете, допустим, вот представьте, допустим, поединок идет, два человека сражаются. И один рисуется перед всеми, выходит там, он и так себя покажет, и так. Но это не означает, что он достойный. Это означает, что он просто на самом деле не сильно глубоко верит себе. Вот и все. Рисуется, пытается что-то показать. А второй скромно выходит, допустим, на поединок, спокойно. Не рисуется. Не то, что он такой зачуханный, он сильный, но он при этом не выпендривается. Понимаете? То есть есть в невежестве чувство собственного достойности, означает запугивать всех, орать там. Есть страсть, означает себя показывать. А есть благость, означает довериться Богу. Если ты достойный человек, значит Бог тебя оценит. И даже смотрите, как здесь. Вот если, допустим, ты сделал плохой поступок, совершил. Ты просто говоришь, Бог, Господи, прости, я сделал плохой поступок. Внешне кажется, что человек как будто бы унизился, да? Вот когда человек прощения просит. А на самом деле Бог так рад им, что он еще больше ему счастья дает в это время внутрь. Внешне кажется униженным этот человек. Ну такое небольшое наказание. А внутри человек так счастлив, что он раскаялся. Сам процесс раскаяния очень сложен. Потому что если человек не раскаивается, его чувство собственного достоинства сразу же на теневую сторону переворачивается. В этом заключается главное наказание Бога. На светлой стороне такой человек жить уже не будет. Вот совершил плохой поступок, вот допустим, вы как бы муж бросил с детьми, пошел к любовнице. Вы спрашиваете, почему он не понимает, не любит детей, не любит меня, у него глаза как стеклянные, он не может нормально разговаривать. Так действует греховный поступок. Он разворачивает чувство собственного достоинства человека на ту сторону, на теневую. И человек уже он как в тумане живет. Он не понимает, где правда, где ложь, где добрые люди, где злые. Он не может идти уже правильным путем по жизни. И если только не раскаивается. Если он раскаивается, тогда все возвращается к нему. Бывает, что раскаяние, раскаяние это не просто слова и биться головой об стену. Если ты раскаялся, возвращайся к жене назад. Вернись к ней. А как же это? Ну а это просто она будет знать, что нельзя как бы вырывать человека из семьи. Это ей будет урок. Раскаяние означает поступки, не означает слова. Бог принимает поступки от человека. Таково раскаяние. Так, природа раскаяния такова. Это поступки. Сильные поступки. Потому что не хочется делать, помогать тому, кого ты сделал зло. Но надо перешагивать через себя и делать, помогать, стараться.